К другим темам. Чтобы получить обязательный страховой полис на автомобиль, нужно застраховать жизнь. С таким условием столкнулись кировские автомобилисты. Без ОСАГО управлять автомобилем нельзя, но и оплачивать дополнительные услуги, когда они не нужны, совсем не хочется. Почему крупные страховые компании вынуждают автовладельцев платить больше нормы? И как грамотно отказаться от навязывания услуг в нашей рубрике «Имею право». Оформить полис обязательного страхования на свой автомобиль Владимир Валов пришел в день прохождения техосмотра. Страховой компании сказали, что данные на машину Владимира еще не появились в базе. С этого момента, по словам Владимира, начался шантаж. Страховой агент предложил выход. Он найдет его данные другим способом. При условии, если водитель купит в организации еще одну услугу, а не только застрахует автомобиль. Я вам оформляю у нас страховую ОСАГО, но еще плюсом делаю страхование на жизнь. Я подумал, что мне это не надо. Сказал, давайте делайте мне. Просто страховая и без всяких страхований на жизнь. Мне отказали. Кстати, с подобными махинациями автомобилисты сталкиваются в страховых компаниях по всей стране. Из-за многочисленных жалоб в прокуратурах регионов России начались проверки. Мы решили провести свой эксперимент и позвонить в несколько страховых компаний, узнать, есть ли у них дополнительные условия при страховании автомобиля. Здравствуйте. Я бы хотела застраховать свою машину. Подскажите, пожалуйста, что для этого надо? Документы на машинку, водительское удостоверение тех людей, которые будут ездить, и паспорт. А для того, чтобы застраховать автомобиль, ничего, там дополнительно не надо страховать? Да, при требовании нашей компании является приобретение договора жизни при страховке ОСАГО. Из пяти выбранных наугад кировских страховых компаний, в трех нас предупредили, что при оформлении автополиса надо застраховать свою жизнь, заключить договор пенсионного страхования или стать постоянным клиентом. Юрист Александр Вагин говорит, это неправомерно. Согласно статье 16 в законе о защите прав потребителей, организация не имеет права обязывать клиента покупать дополнительные услуги. Ну, здесь либо, а, первый вариант, не тратить свои нервы и силы, и плюнуть на это, и пользоваться страховкой, которая была навязана. Либо второй вариант, и те обратиться в суд. Ну, третий вариант, можно написать жалобу Роспотребнадзор, поскольку здесь ваши права как раз нару. Владимир Валов нашел для себя другой вариант. Он не стал поддаваться на провокацию и пошел в другую компанию, где беспрепятственно получил на свой автомобиль полис обязательного страхования. Анна Мамаева, Николай Шахарбеев, Александр Брызгалов. Бюро новостей. Давича.